Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке рассмотрим основные географические и социально-экономические характеристики самой маленькой области Кыргызстана – Таласской области. По преданию, на территории современной Таласской области родился и жил великий Батыр Манас, объединивший кыргызский народ и возглавивший борьбу за его независимость. Жители области очень гордятся тем, что их родина – это земля Манаса. Этот регион находится на северо-западе Кыргызстана, занимает 5,6% площади республики, Таласскую долину и часть хребта Кыргызского Аллатоа. Область граничит с севера и северо-запада с Казахстаном, с юга-запада – с Узбекистаном, с юга – с Жалабадской областью, с востока – с Нарынской и Чуйской областями. Ее северо-восточная часть обрамлена хребтом Кыргызский Аллатоу, юг – Таласским Аллатоу. Лишь западная сторона остается открытой. Обрамляющие долину хребты, сближаясь, образуют на востоке горный узел. Склоны, обращенные к долине, расчленены глубокими ущельями. На западе от Кыргызского Аллатоу на юго-запад отходит от рог Эчкили-Тоу. Крутые склоны хребта Таласский Аллатоу у подножия образуют широкую полосу подгорной равнины. Таласская долина богата полезными ископаемыми, но большинство из них не используется в хозяйстве. Большое практическое значение имеет Джеруйское золоторудное месторождение и Ачекташское месторождение серного колчедана. Обнаружено небольшое месторождение угля, распространены месторождения строительных материалов. Климат равнинной части долины в целом континентальный, засушливый. На равнинах лето жаркое, зима холодная, безморозный период колеблется в пределах от 130 до 160 дней. На склонах гор, обрамляющих долину, наблюдается вертикальная зональность климата. С высотой увеличивается количество атмосферных осадков, понижается температура, уменьшается продолжительность безморозного периода. Таласская долина занимает верхнюю часть бассейнов рек Талас и Куркурео. Внутренние воды в основном относятся к бассейну реки Талас. Река Талас образуется после слияния рек Каракул и Учкошой и исчезает в Моюнкомских песках Казахстана. Питание рек снеговое и ледниковое. Естественные озера отсутствуют. В ущелье Чонг-Капка на реке Талас построено Кировское водохранилище. На территории Кыргызстана имеет еще одно название – Карабуринское водохранилище. Водохранилище, построенное в 1975 году, оно находится на границе Монасского и Карабуринского районов. Кыргызстан использует всего 12% воды. Остальной объем влаги по соглашению использует Казахстан. Берег водохранилища весь покрыт полосками. Зрелище инопланетное. Из года в год уровень меняется примерно с одинаковой последовательностью и вода успевает намыть свой берег для каждого года. На гребне Таласского лото располагаются ледники, питающие реки области. Долина богата подземными водами. О чудотворных свойствах родников слагаются легенды. Одним из таких является родник Кёсбулак – Ока, который находится в священном ущелье Нылды-Ата. Оно расположено вблизи села Эсгерюш Таласской области. Этот удивительный родник окружен высокими горами. Его глубина составляет 1 метр. Паломники утверждают, что воды родника возвращают силу и здоровье. В Таласской долине наиболее распространены сероземы. На склонах гор – карбонатные почвы и горные черноземы. Растительность распределена по высотным поясам. Пояс полупустынь и сухих степей переходит в пояс высокогорных лугов, где встречаются рощи арчевых, елово-пихтовых лесов. В пойме реки Талас от Кумыштага до Каракола шумят густые леса лиственных растений. Основное растительное богатство региона – это пастбище. Разнообразен животный мир Таласской области. Здесь можно встретить медведей, снежных барсов, архаров, кабанов, многочисленных грызунов, птиц. В реках водится рыба. Некоторые виды животных имеют промысловое значение. Природный парк Бешташ, что в переводе с кыргызского означает «пять камней», находится южнее города Таласа на северных склонах Таласского Алатова. Согласно легенде, в этой местности разбойничали пятеро братьев. Однажды они напали на собственных родителей, и отец проклял своих сыновей. Разбойники превратились в камни. На территории природного парка находятся около восьми высокогорных озер. Самое большое из них – маренно-подпрудное озеро Бешташ. Характерным для района является наличие значительных площадей высокотравных лугов, скал и каменисто-щебнистых склонов. Заповедник Бешташ лежит на высоте от 1100 до 3600 метров над уровнем моря. В нем обитают уникальные и редкие виды животных и птиц. В Талаское Дарине создан Таласский комплексный государственный заказник. На южном склоне Кыргызского лото – Кировский государственный зоологический заказник. Они имеют большое значение для сохранения естественных природных комплексов. Как и на других территориях Кыргызстана, природа области напоминает о своей мощи камнепадами и селями. Нередки оползни, исходы снежных лавин. Как мы видим, Таласкую область отличают особые природные условия, которые оказывают свое влияние на размещение населения и хозяйства, развитие экономики. В качестве самостоятельной единицы Таласская область существовала с 1944 по 1955 годы. Затем была упразднена и вновь в качестве области оформилась в 1980 году. С 1980 по 1990 годы вновь происходит территориальное изменение. С 90-х годов в состав области входят 4 района. Бакай-Атинский, Карабуринский, Монасский и Таласский районы. Город областного подчинения – город Талас – 37 сельских округов. Бакай-Атинский район объединяет 9 округов. Карабуринский – 9 округов и поселок городского типа Маймак. Монасский район – 5 сельских округов и Таласский – 13 округов. Численность населения области превышает 267 тысяч человек. Размещение населения неравномерное. В горных районах плотность населения невысока. Гораздо выше она в долинах и у государственной границы с Казахстаном, где она местами достигает до 200 человек на 1 квадратный километр. Средняя плотность населения составляет около 22 человек на 1 квадратный километр. Около 70% населения проживают в сельской местности. Город Талас был основан в 1877 году русскими и украинскими переселенцами в центральной части Таласской долины на левом берегу реки Талас. Талас – это не только административный, но и промышленный культурный центр. Есть люди, которые верят и мечтают, что когда-нибудь их город будет выглядеть именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для населения области характерны высокая рождаемость, низкая смертность, высокий естественный прирост. Население многонациональное, основную часть составляет Кыргыза. После 2000 года отмечался значительный уровень экономической эмиграции в город Бишкек, Чуйскую область, а также в Казахстан и Россию. По типу развития Таласская область – аграрно-индустриальный регион. Из отраслей промышленности имеются пищевая, легкая промышленность и промышленность строительных материалов. Высокие перспективы развития химической промышленности в производстве серной кислоты при использовании очикташского месторождения серного колчедана. Также является перспективным развитие цветной металлургии. На сегодняшний день многие месторождения полезных ископаемых не используются. Практическое экономическое значение имеет Джируйское золоторудное месторождение. Это второе по величине золоторудное месторождение Кыргызстана. С января 2020 года разработчиком Джируя является компания Альянс Алтын, которая демонстрирует успешное рациональное использование этого месторождения. Широко используется и месторождение строительных материалов. В 2019 году в селе Куганды открыли новый бетонный завод. Если раньше жители Таласской области покупали строиматериалы в Казахстане, то сегодня кирпич и щебень закупают в самом регионе. А с открытием производственных предприятий пополняется местный бюджет и главное создаются рабочие места. На территории Таласской области расположены домостроительный комбинат, предприятия железобетонных изделий, заводы нерудных материалов. На Каиндымском гранитном месторождении добывается и обрабатывается гранит, но большинство предприятий нуждаются в реконструкции и расширении. Ждет инвестора месторождения цветного мрамора Джаргард в Таласской области. Разработка месторождения зеленого мрамора планируется для реализации в Россию, Казахстан и дальнего зарубежья в качестве отделочных материалов в виде мраморной плитки и мраморной крошки различной фракции. Основная цель развития промышленности это переработка сельскохозяйственного сырья и удовлетворение потребностей населения. Пищевые промышленные предприятия области производят мясо, молочные продукты, сыры, безалкогольные напитки. Крупные предприятия пищевой промышленности – молочные и сыродельные заводы в городе Талас, маслозавод в Карабуринском районе. В Таласе и в крупных районных селах работают хлебозаводы. Также в городе Талас расположены пивзавод и мясокомбинат. Как и в других регионах Кыргызстана развита легкая промышленность. В Таласской области шьют одежду и обувь как в промышленных масштабах, так и по индивидуальному заказу. Топливно-энергетический комплекс – наиболее слабо развитая отрасль промышленности, поэтому остается актуальным обеспечение потребностей области в газе, нефти и угле. Таласская область играет значительную роль в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Развитию сельского хозяйства способствуют земельно-водные ресурсы, агроклиматические условия, наличие пастбищ и трудовые ресурсы. Земледелие занимает важное место в сельском хозяйстве. Специализированная, высокодоходная, но трудоемкая отрасль земледелия – это табаководство. В Кыргызстане табачное производство возникло еще в 1931 году. По мнению экспертов, эта отрасль со временем останется пережитком прошлого. Во-первых, крайне тяжелый труд, вредное производство табака. Во-вторых, достаточно нерентабельный в современных условиях бизнес. Во всех странах ведется борьба с табаком и курением. Это тоже сказывается на производстве этой культуры. Природно-климатические условия позволяют выращивать кормовые культуры для животноводства, которые занимают одну треть посевной площади. В целях обеспечения местных потребностей выращивают картофель, овощные и бахчевые культуры, фасоль, в предгорьях – фруктовые деревья. Значительное место в земледелии занимают зерновые культуры. В основном выращивается пшеница, ячмень, кукуруза. Перспективы дальнейшего развития зернового хозяйства могут осуществиться за счет повышения урожайности. Но для этого необходимо обеспечение поливной водой, применение научно обоснованной агротехники, использование минеральных и органических удобрений. Это важно еще и потому, что без развития зернового хозяйства невозможно решить проблемы животноводства. Ведущая отрасль сельского хозяйства – животноводство. Поголовье сельскохозяйственных животных всегда приносило высокие прибыли местному бюджету. Основная специализация – танкорунное овцеводство. Киргизская танкорунная порода шерстно-мясного направления была создана за период с 1932 по 1966 годы. По настригу шерсти область удерживает первенство в республике. Вторая важная отрасль – содержание крупного рогатого скота мясо-молочного направления. По надою молока с каждой коровы область уступает лишь Чуйской области. Третье направление животноводство – это коневодство. В области уже долгие годы функционирует Таласский конезавод по содержанию племенных животных. Дополнительными отраслями являются свиноводство, птицеводство. Последние годы развиваются пчеловодческие хозяйства. Транспортная система развита слабо. В связи с горным рельефом железнодорожный транспорт не развит. Основной вид транспорта – автомобильный. Большое значение имеет автотрасса от Таласа до Сусамырской долины, которая соединяется с автомобильной дорогой Бишкек-Ож. На западной части Карабуринского района, граничащего с Казахстаном, проходит железная дорога. Станция Маймак – единственная в области, обслуживающая районы Таласской долины. Отсутствие железнодорожного транспорта усложняет развитие внешнеэкономических связей Таласской области. Большая часть грузов проходит через железнодорожную станцию Тарас. От Тараза до районных центров Карабура, Бакаята и до города Талас. Экспортные товары бобовые поставляют в Турцию, табак в Россию. В перспективе будет экспортироваться золото джируйского месторождения. Импорт – энергоресурсы, техника и оборудование, а также потребительские товары. При перевозке пассажиров большое значение имеет воздушный транспорт. Город Талас авиалиниями связан с Бишкеком, Джалалабадом, Токтагулом, Джагибазаром. Самая маленькая область республики окутана легендами и таинством. В ней есть достопримечательности, привлекающие туристов. Кумбес-Манаса – одно из таких мест. Согласно одной из легенд, Кумбес построен сыном Манаса-Симитеем, который перенес тело убитого отца в Ахырташ. По другой, более распространенной истории, гробницу возвела его жена Каныкей. Чтобы отвлечь врагов, на гробнице написали имя богатой женщины. На территории комплекса находятся сако-усуньские курганные погребения. Группа курганов Кюнкельского могильника датируется первым-пятым веками до нашей эры. Могильник оставлен местными кочевыми племенами. В могильниках найдены глиняная и деревянная посуда, стрелы с железными и костяными наконечниками, луки с обкладками из кости, зеркала, деревянные столики, одежда из шелка, глиняные курильницы. В Таласской области расположен комплекс родников в ущелье Нолды-Ата, который посещают паломники. Камень Дарбаза люди называют входными воротами в сакральное место. В камне имеется 10 впадин. По словам смотрителя этого места, человек при входе должен собрать 7 камней и бросить их во впадины. Если хотя бы один камень окажется во впадине, желание посетителя исполнится. Чингис Айтматов – известнейший кыргызстанец родом из Таласской области. В поселке Шекер находится музей народного писателя Кыргызстана. Он расположен в старом доме, где прошли его детство и юность. В музее выставлены более тысячи экспонатов, оригиналы некоторых рукописей и статей, любимые книги, а также многочисленные фотографии. Эпос Манас – духовное наследие кыргызов, которое продолжает удивлять человечество спустя столько веков после своего появления. Эпос по праву считается своего рода энциклопедией жизни кыргызского народа, свидетельством его древней истории. Вокруг Кумбеза Манаса был развернут культурно-туристический комплекс Манас-Ордо. Богатые пейзажи, нетронутые природы, заповедники Таласской области, исторические места, интересные памятники архитектуры влекут туристов, но отсутствие инфраструктуры и дорог не позволяет развиваться в туристической отрасли. А теперь проверим вашу внимательность. Ответьте на легкие вопросы. Территория какого государства или области находятся от Таласской области с севера и северо-запада, с юга и с юга-запада, с востока. Область граничит с севера и северо-запада с Казахстаном, с юга-запада с Узбекистаном, с юга с Джалабадской областью, с востока с Нарыцкой и Чуйской областями. На какие районы подразделяется Таласская область? Таласская область делится на четыре района Бакаятинский, Карабуринский, Монасский и Таласский районы. Какому району соответствует административный центр Бакаята, Кызыладыр, Монасс, Покровка? Правильный ответ. Бакаятинский район, село Бакаята, Карабуринский район, село Кызыладыр, Монасский район, село Покровка, Таласский район, село Монасс. В каком году территория Таласской и Чуйской областей были едины? В 1956 году территория Таласской области была передана во Фрунзенскую область. В каком году и где был основан город Талас? Город Талас основан в 1877 году в центральной части Таласской долины на левом берегу реки Талас. Какие отрасли сельского хозяйства Таласской области являются особенно важными в растеневодстве и в животноводстве? Конечно, для отдаленной Таласской области все направления развития хозяйства важны, но для растеневодства особенно важным является выращивание зерновых культур, а в животноводстве ведущей отраслью является тонкорунное овцеводство. Следующее задание я предлагаю вам выполнить во внеурочное время. Сопоставьте и проанализируйте экономико-географические характеристики двух областей Кыргызской республики. Сделайте вывод о причинах, сходства и отличия территорий. Составьте прогноз возможностей развития хозяйства одной из областей. На этом наш урок подошел к концу. Всего вам доброго!